всем привет вы на канале вышивка плюс но сегодня у меня необычное видео смотрите какая красота калине в гости пришла подружка рукодельница и мы с ней как раз на эту тему сейчас будем общаться на тему рукоделия но она увлекается не вышивкой а увлекается бисероплетением смотрите какую красивую розу она принесла показать и я хочу снять на видео нашу беседу я думаю вам тоже будет интересно познакомиться еще с одной рукодельницы города оренбурга всем привет дарин ты каким видом рукоделия еще увлекаешься кроме бисероплетения кроме бисероплетения я увлекаюсь также вышивкой также я алмазами вышивка выкладываю и но есть такое у меня увлечение это я делаю различные брошки из фоамирана дарина мне дарила магнитик да вот дарина ты знаешь что в оренбурге встреча рукодельница проходит ну да по вашим видео видео акты к нам еще не приходила нет но я тебе напишу когда будет следующая встреча рукодельница девчонки оренбургские приходите к нам на встречи я на своей странице в соцсетях оповещение выкладываю так что дарин тоже приходи к нам и приноси свои работы мне очень интересно посмотреть твои брошки вот сейчас у тебя нет собой нет брошки были сделаны к 9 мая это был такой подарочные брошки были для определенных людей их было несколько штук всего сделано там маленькая коллекция а у тебя на твоей страничке есть работы на моей страничке есть работа но конкретно брошек я не выкладывала я скинул а какие у себя там работы есть там все работы которые я делаю из бисера от самых простых и вот до таких которые посложнее вот эта роза это часть будущей композиции будет их 2 они будут сплетены и будут будет как композиция инь-янь черные белые розы а где ты берешь мастер-классы для своих работ в интернете в группах вконтакте в инстаграме в одноклассников это не зависит от того где просто а ты нам сегодня покажешь немножечко технику исполнения вот хотя бы как ты начинаешь какие-то основные моменты расскажешь о бисероплетении а девчонки мы не знаем кто автор этого мастер-класса поэтому если вы знаете то напишите я добавлю в описании под видео автора этого мастер-класса а вот и как раз сейчас дарина нам покажет такие основные моменты как она это делает мне тоже интересно девочки вы слышали уже не раз да что я хочу увлечься этим занятием ну вот сейчас дарина мне наглядно покажет как это делается у меня в основном вышивальщицы зрители про вышивку нам вот тоже интересно у тебя есть готовые работы вышь ты готова вы работаешь ты а ты сама подбираешь нитки или по набору мушевая я вышиваю именно бисером я не вышиваю крестом а ты только бисером по бисером и только алмазной вышивкой да мы сейчас с тобой побеседуем и я тебе покажу какие я работаю вышиваю я думаю тебе будет интересно посмотреть но сейчас Сейчас давай для зрителей покажем какие-то основные такие моменты. Если кто-то хочет увлечься бисероплетением, я думаю, что с чего начать, мы вам сейчас покажем. То есть это будет не мастер-класс, а просто будет такой небольшой урок, пробный, с чего вы можете начать, попробовать. А дальше, если уже вам понравится, то можете увлечься и продолжать искать мастер-классы на просторах интернета. Мы приготовили красный бисер, но вы можете взять любой. Вот здесь использован черно-белый, но это все уже, это плод вашей фантазии, можете выбрать любой. Мы вам покажем основу, как плести вот эти лепесточки, из которых потом будет собираться роза. Для работы нам понадобится проволока номер 4. И, ну, покупаю я все, в основном, материалы покупаю на локомотиве, там немножко они подешевле, а качество, в принципе, такое же, как и везде. Ну, это для наших оренбургских, мы говорим, рынок локомотив, а на самом деле на Алиэкспресс много такой проволоки. Да, на Алиэкспресс можно. Какой номер еще раз? Четверка. Четверка. Хорошо. Ну, вообще можно плести на 0,3 проволоки, но роза тогда не такая, лепестки не такие будут упругие, нежели на четверки. Один конец я беру поменьше, один конец я беру побольше, потому что лепестки немножко, ну, больше нужно места, чем... Можно скручивать вниз, просто сгибая проволоку пополам, но тогда вот эта вот часть, которую скручиваешь, там внизу не очень аккуратно получается. И когда собираешь в общую уже розу, то неудобно. Их приходится обрезать, края, и проволоки тратится намного больше, чем вот так вот. То есть мы отрезали два кусочка проволоки, и теперь проволоку мы скручиваем, две проволоки мы просто скручиваем между собой, да? Да, одна проволока короче, одна проволока длиннее, вот, два конца. Угу. Ну, значит, это где-то 15 сантиметров, вторая примерно 30. Это не так важно, да? Ну, примерно. Ну, конец все равно обрежется, и эти концы можно использовать для следующего лепестка. То есть мы... Так, скрутили проволоку на сколько? Ну-ка, ну-ка, покажи нам. Ну, сантиметров на 5. Сантиметров 5 скручиваем, и теперь вот у нас два свободных кончика. На короткий я набираю поменьше бисера, там получается 6 бисеринок, а на длинный я набираю так, чтобы у меня закрылось полностью. На самом деле, девочки, вот такой вот органайзер я использую для вышивки, но, видите, для бисероплетения он неудобный. Сейчас я приготовлю большую чашечку, если вы хотите плести, то лучше брать большие емкости, потому что набирать отсюда неудобно. Я очень люблю эти органайзеры от волшебной страны, они идеально подходят для вышивки, но для бисероплетения они не годятся. Вообще есть специальные приспособления, на которые можно набирать бисер. Я точно не знаю, как они называются, юла такая, ее крутишь. Ну, я не использую юлу, потому что мне проще так, я с юлой не смогу набрать нужное мне количество, а так я высчитывать могу. А ты считаешь, да? Ну, я в основном уже сейчас не считаю, а раньше, да, было все под счет. Вот, вот когда только начинала, там, получается, если я набрала на серединку 6, то где-то надо 7-8 набрать на длинный конец проволоки, чтобы он сошелся, закрыл вот этот конец. Вот у нас, значит, с одной стороны 6 бисеринок, с другой в 2 раза больше. И теперь мы должны, что сделать? Ну, теперь мы, получается, перекручиваем с основанием рабочую проволоку, мы обворачиваем в основание и закрепляем вот эту серединку. То есть у нас здесь 6,6 или сколько? Нет, на второй части там не 6, там побольше. Нет, вот здесь, на этой части сколько? На серединке 6, в серединке 6, а здесь мы закрываем, мы набираем столько, чтобы закрыть серединку. Вот у нас с вами, значит, 6 бисеринок и получается 9 бисеринок. Проволоку перекручиваем и на проволочку начинаем дальше набирать бисеринки. Я так понимаю, что сейчас будет радиус увеличиваться и нужно побольше, да, бисеринок? Нет, сейчас так же. Ну, вот на эту закрываем либо 9, либо 10, потому что мы немножко сдвинулись, когда перекрутку вот эту делали, закрутку. Сейчас, скорее всего, будет 10 бисеринок. Это какой мы сейчас лепесток делаем? Сейчас мы делаем вот лепесток для серединки. То есть вот у меня она скручена, мы делаем на нее лепесток. Самый маленький получается. Это они все по одной технологии делаются? Все лепестки делаются по одной технологии, единственное, большие лепестки немножко по-другому делаются. Я, наверное, сейчас могу показать один большой лепесток. Они делаются, плетутся на трех основах и на двух основах. Поменьше, который ряд на двух, вот этот на трех уже идет. Я сейчас вообще ничего не поняла. Алина у нас тоже учится. Какие основы вообще непонятно? Непонятно? Так, значит, будем сейчас поподробнее объяснять. Мы просто не готовились к мастер-классу, мы хотели показать азы. Ну, придется сейчас. Не, ну я когда вязать училась, тоже вообще сначала ничего не понятно было, а потом включилась уже. Теперь все понятно. Дочь, мы сейчас с тобой увлечемся, будем еще плести из бисера. Мне кажется, они вообще одинаковые, вот эти листочки и вот эти, да? Эти листочки и эти листочки, они плеются по одной основе, и у них почти одинаковые, они почти одинаковые по размеру, потому что серединка такая же, только, наверное, немножко побольше рядов. Да, больше оборотов сделано. Учись, доча, учись. Очень важно, чтобы следить за направлением проволоки. Лепестки розы плетутся два оборота на лицо, два оборота наизнанку. Получается, надо, чтобы с одной стороны всегда рабочая проволока была, да? Ну, чтобы она с одной стороны закреплялась всегда, то есть вверху она на лицо закрепляется и внизу на лицо. Вот я набрала, и опять снова я перекручиваю, но только уже снизу. Сколько раз перекручиваешь? Один раз я перекручиваю, но можно больше перекрутить, просто если вам нужен большой лепесток, то тогда вот здесь закручите. То есть ты перекрутила и возвращаешься назад, да? Да, я возвращаюсь назад, и сейчас я буду набирать уже больше, чтобы мне закрыть. Вот примерно вот так получается я должна буду набрать где-то 13-14 биселинок. То есть одна проволочка идет как основа, а вот эта вторая, которая длинная, она рабочая, на нее всегда одевается бисеринок. Да, она набирается только на одну проволоку, которая идет. И она как бы вот так вокруг закрепляется и вокруг, да? Мы вот ее обворачиваем с одной и с другой стороны. А сколько обычно бисера нужно на одну розу? Вот в этих пакетиках где-то 25 грамм, наверное? Ну, я использую, я беру, уже не считаю сейчас бисер, поэтому точно сказать не могу. Вот здесь находятся в этом пакетике, вот пакетики, получается, вот так вот где-то идут. Здесь три пакетика таких вот больших. Пятиграммовых. Да, больших. И, по-моему, мне ушло на одну розу 10 пакетиков таких вот уже больших. Больших? Ну вот, да, вот таких. По 15 грамм 10 пакетиков, это 150 грамм, да, где-то получается? Ну да, где-то так. А я смотрю, бисер у тебя хорошего качества. Нет, на самом деле у меня бисер самый обычный. Китайский? Я использую самый обычный китайский бисер. И просто, который совсем мелкий, их сейчас не видно, они останутся потом. Я не использую самые, которые вот эти, если они обломанные, если они бракованные. Да, ну, если здесь, то они выглядят. Слушай, у меня есть китайский бисер, там вообще ужасно его на глаз видно. А сейчас вот это получше стал качество. Ну, да. Видимо, он тоже китайский разный. Я начинала прясти, был совсем, у меня был очень плохой бисер. Да, вот у меня такой. Первые мои работы, они немножко корявые, сейчас вот немножко получше. Вот, девчонки, я тоже три года назад покупала китайский бисер, он был отвратительный. А этот, смотрю, так более-менее. Я с собой от какой фирмы делала? У тебя, Алин, ты вышиваешь всегда пресиозы чешским бисером. Вот, я хочу сказать, что на вид такой же вообще был. На вид, да, похожий на пресиозу. Молодцы. Китай, улучшили свое качество. Нет, сейчас действительно качество стало получше у бисера, чем было. Дарина, а ты, когда вышиваешь картины, ты наборы покупаешь или подбор делаешь? В основном подбор, потому что мне нравится самой подбирать именно цвета бисера. Но могу наборами вышивать. Наборы тоже, у меня есть пара вышивок, которые шли наборами. А в основном такие идут, которые подбираю сама. Потому что у меня вот есть вышивка, она до сих пор еще лежит. Ну вот я скоро начну ее делать. Там белый парусник, а у меня он будет красным. Алый будет парусом. Вот такие у меня есть розы. Это мне Света дарила. Но я их на подоконнике держала, и они немножечко выгорели. Я так думаю, что на подоконнике их нежелательно держать. И смотри, здесь видно, что похожая техника плетения. Вот сама розочка плетется так же. Здесь лепесточки, по-моему, немножечко по-другому сделаны. А вообще основная технология вот такая же. Кстати, Света, по-моему, тоже такую делала черную розу. Здесь нам листочки надо расправить. Хорошо их форму придать. Потому что у нас давно этот букет стоит. Нужно ему форму придать. Теперь нам надо проволоку закручивать не с внешней стороны, а с внутренней. Потому что когда мы выгибаем, вот у розы мы выгибаем лепестки в обратную сторону, и надо показать, что лепесток сделан как будто настоящий, а не чтобы проволоку не было видно вот эту центральную ось и скрытые вот эти были все дефекты. А снизу можно, в принципе, так же, потому что низ нам будет не видно. Сейчас роза лежала в пакете, и немножко лепестки сложились не так, как нужно. Их сейчас нужно выгнуть, и они тогда будут незаметны с внешней стороны, но при этом и не будут заметны с той стороны. Вот если смотреть, то здесь мы уже эту проволоку не видим. Мы ее видим только с этой стороны. И она загнута, и тоже ее не видно с этой стороны, потому что вот эта часть лежит. А вот тут идет ровная, потому что здесь она плетется вот тут. Вот он спрятан, этот шов. Получается, что мы вот эти шовчики прячем, чтобы снаружи их было меньше видно. Вот они у нас будут на обратной стороне ярко выражены, а здесь такие будут поменьше. Получается, не как я первые два ряда клала, а вдруг с обратной стороны, снизу. Я ладу, переворачиваю и закрепляю таким образом. То есть один раз так же выворачиваю? Да, я выворачиваю так же один раз. И опять набираю виси, чтобы выровнять. Так делаются лепестки первого ряда. Лепестки второго ряда делаются по такой же технологии, только прибавляются обороты вот эти прибавляются. Не здесь четыре оборота на первый ряд, а на лепестки второго ряда их делается восемь или шесть. Но это в зависимости от того, какая у вас от бисера зависит. Потому что может быть бисер даже китайский, и все равно может быть помельче, а может быть покрупнее. И поэтому вот лишнее я сняла. Ну то есть можно делать на глаз. Вот главное, чтобы он лег вот так вот ровненько, да? Сколько уместится бисеринок, столько уместится. Если бисер мелкий, то больше сюда будет бисеринок. Да, потому что не определишься. На глаз определяем. Главное, чтобы вот так выглядел лепесточек красиво, чтобы не было больших прорех, да, чтобы он плотненько ложился. Но вот этот вот, нету прорех, это за счет того, что проволока четверка. Если взять потоньше, то будут прорехи. Не держится так вот ровно бисеринок. А теперь ты скручиваешь, то есть все, мы закончили, да? Да, мы закончили. Ну-ка, сколько рядочков у нас получилось? Четыре обороты, восемь рядов. Раз, два, три, четыре. И с этой стороны четыре, восемь. И все, и проволоку между собой скручиваем. У нас получился лепесточек готов. Ну, еще вот эту часть мы убираем. Вообще, меня раньше учили, когда я только начинала, меня учили прятать вот этот вот конец вот сюда, в серединку. Но так как проволока потолще стала теперь, и за счет того, что здесь мы меняем туда-сюда направление, я просто вывожу ее сюда и не убираю в бисеринке. Ее все равно не видно, вот если на это посмотреть, то ее все равно, в принципе, не видно, но просто так удобно. Ну, вот просто ты ее загибаешь, да? Да, я туда ее убираю, чтобы не... Ну, может быть, кончик вот этот, чтобы он не кололся убирать? Ну, вот я его убираю, кончик, чтобы он не кололся, и все. Прямо так сильно его туда загибаешь, и все. То есть я обрезаю сантиметр, на сантиметр я отрезаю лишнее, и убираю его между третьим и вторым рядом. Туда, внутрь. И он остается здесь вот. И дальше я выгибаю вот эту часть вот так вот. То есть он, эта часть вовнутрь, а вот эти два ряда последних, которые мы делали, два оборота, они наружу. Вот так. Еще главное не перепутать, какой стороной потом собирать эту розочку, лепестки, чтобы наружу были. То есть у нас получается изнанка? Изнанка должна быть ровная. Изнанка. Вот она с этой стороны ровная, и у нас неровная только вот здесь остается. А она загибается вот так вот. А вот эту часть все равно не будет видно, так как розу мы сворачиваем вначале вот так вот, чтобы она была свернута, вот этот лепесток. Их делается, таких делается три. В общем, три лепестка мы собираем, значит, вот эту серединку. Да. А вот эти уже по другой технологии, да, плетутся? Нет, эти, получается, мы плетем первые три ряда по одной технологии, только прибавляем вот эти... Шире лепесточки. Да, шире, чтобы... Там не восемь рядов будет уже, а побольше. А вот эти лепестки уже совсем другие. А эти лепестки, да, они другие, они плетутся на двух основах. Сложно, Алин? Да, что-то на первый раз нам сложно понять, постичь эту науку. С простых, самых простых, которые не закруглены. Вот эти я в круговую плету. А первые я плела не так. Они плетлись просто набором бисера и проволоку. Ну, в принципе, понятно все. Можно импровизировать, сделать свои розы. А здесь на трех основах, да? Эти на трех основах. Ну, их видно основу. Я уже поняла. Первые на одной основе, потом на двух? Нет, первые на одной, второй ряд тоже на одной, третий ряд на одной. С четвертого ряда мы начинаем на двух плести, пятый ряд завершающий. Делается четыре лепестка, и они плетутся на трех основах. На трех еще. А я, Алина, ничего не поняла. Ты поняла? Ну да, но чтоб шире было. Нет, я поняла, чтоб шире, только как плести на трех основах. Вот это я вообще не поняла. И на двух, что такое. Ну, сейчас как на двух увидим, так и на трех поймем. У меня остался кусочек проволоки от первого ряда лепестка. Мне его хватит на одну основу. То есть вот это будет считаться первая основа. Здесь надо только побольше уже будет, подлиннее отрезать проволоку. Там не 30 сантиметров, там намного больше. Два раза больше? Ну, получается, да, потому что я, наверное, сделаю на трех основах сразу, а на двух будет понятнее. Это рабочая будет проволока. И надо вот таких вот будет три штучки маленьких еще. А у тебя пальцы устают плести? Первое время уставали, потому что сильно затягивало. А теперь уже привыкли, и я уже знаю, какой мне надо именно затяжку сделать. И уже не устаю. Ты еще что-то какое-то время пластырь и что-то на пальцы клеил. Это из-за бисера, ну, из-за плетения или из-за чего? Да, это из-за плетения, потому что когда плету, я использую такую проволоку. Но когда сборка идет, то четверка не подходит. И там используется достаточно толстая проволока. И когда ее... А, натираешь просто? Ее отрезаешь... Нет, когда я натираю, я натираю вот эти части. А здесь я уколю сильно себе вот этой обрезанной, потому что уже ее не отрежешь ножницами, и она острая, получается, конец. Вот если даже посмотреть, то вот здесь он тоже острый, просто закрытый. Уже обмотка была. Она уже готова, эта роза? Поэтому уже его не видно. А я вот приготовила вот эти инструменты разные, а они вообще тебе не нужны? Ты ими не пользуешь? Я пользуюсь кусачками только когда работаю уже с толстой проволокой, потому что... Ну, то есть для того, чтобы начать... Мне не надо, когда вот я начинаю, мне не надо такие инструменты. В принципе, обычными ножницами четверка режется очень легко. Ну, то есть для того, чтобы начать, нужно купить только проволоку и бисер. Да, и какие-нибудь не очень такие прям дорогие ножницы. Потому что дорогие, они быстро испортятся, и просто их выкиньте потом. Алина, твоими ножничками бензиновыми, которые я тебе подарила проволоку, нельзя резать. Я делаю три основы и рабочую проволоку. То есть я скрутила так же, как я скручивала для маленького лепестка. Я скрутила за место... Только я скрутила за место двух проволок, четыре проволоки. Это, где мы говорили, три основы будет. Нам нужно четыре проволоки. Четыре проволоки. А где две основы, там будет три проволоки. Там три проволоки, да. Вот, я вроде уже начинаю понимать. Так, здесь у нас четыре проволоки. И мы начинаем одевать куда бисеринки? Мы начинаем вот с этой, получается, которая ближе к вам. И надеваем на нее одну бисеринку. На вторую проволоку в серединку мы надеваем две. И на последнюю три. Их должно быть шесть бисеринок всего надето на три проволоки. Получается, если бы мы вот этот большой лепесток делали с одной основой, то у нас вот эти вот так вот целиком бы проходили по половине листка, и они не держались так нормально, да? Ну да, они бы провисали. Поэтому нужно их закреплять. С тремя проволоками я вот столкнулась, если честно, первый раз, когда делала вот эти розы. Потому что до этого я плела только на двух основах. Ну вот если вставят потом работы кувшинка, тоже у нее большой лист, он плетется вообще там на четырех или на восьми основах. Мне кажется, я запутаюсь, когда четыре основы. Но главное понять технологию. Потом уже оно все автоматически идет. Первый раз сложно. Первый раз вообще были лепестки. У меня первой моей работы вот с такой были фиалки. И там просто обворачивается несколько раз, и они скручиваются. Ой, как мне понравились фиалочки. Я видела эту фотографию. Я, кстати, думала, мы сегодня фиалочки будем плести. Они же просто плетутся. Я могу показать фиалку, чисто лепесток как плетется. Но просто у меня с собой работы нет. Ну, может, мы потом с тобой прям полностью сделаем мастер-классную фиалочку. Да, я сейчас покажу вот сюда. Вот вам фотография фиалочек. Мне Алина показала. Я же люблю фиалки. Но они не такие большие, как вот эти. Но они намного проще, да, это вяжется? Вяжется, но она глядится. Ну да, там попроще технологии. Беру я по три бисеринки, и первый оборот делается весь на трех бисеринках. То есть вот три бисеринки я набрала. Обворачиваю первую проволочку, на которой одна бисеринка. Также я обворачиваю ее с лицевой стороны. Боже, как сложно мне понять. Дальше я опять набираю три. На эту же? Ну, вот на рабочую проволоку я набираю три. На первый оборот, получается, нужно набрать 9 бисеринок и распределить их по три бисеринки на каждую проволочку. Если смотреть мастер-класс именно на эту розу, я все-таки попробую найти и скинуть вам это автора. Вот. То там уже указано прям количество проволоки. Я немножко брала меньше. Не брала такую длину. Я сразу почему-то подумала, что мне этого будет слишком много. Лучше, если не хватит, лучше ее добавить, опять же, докрутить до определенного места. Пускай будет конец вот такой, но уже не обвернешь. Просто закручиваю и добавляю еще одну проволочку. Ну, а мастер-класс-то не видео на ютюбе смотрела? Нет, это описание. Это описание, да. Очень такое подробное описание я нашла. И вот розу мне понравилось больше всего вот это. Ну, хорошо бы найти ссылочку и дать на автора описание. Ну, я вот посмотрю дома, потому что с собой я, конечно, не... Ну, да. Вот между основой получается у меня. Вот здесь между основой три. Вот эта основа тоже три. И завершающей тоже будет три. То есть у нас одна рабочая длинная проволока и три это основные, которые мы обвиваем. Да, вокруг которых... Вокруг обвиваем. То есть мы прям вот между ними набираем бисеринки и обвиваем их все. Да. На первый лепесток, вот на такие вот три, которых я делала, здесь ушел маленький пакетик 0,5. Потом на второй ряд тоже уходит 0,5. Там хватает вполне. На третий ряд я уже брала два пакетика. Конечно, но все равно хватает. И еще в зависимости от того, что вот эта вот оборотка, у меня другая здесь окоемочка. Можно делать такую же окоемочку, можно делать другого цвета. И тогда тоже уже смотреть. Здесь вот прям на первый, там буквально надо несколько бисеринок. Там даже 0,5 пакет этого много. То есть вот этот 0,5 пакет, его хватает на лепестки первого ряда и на лепестки второго ряда. Девчонки, еще раз напоминаю, у нас не мастер-класс. Дарина пришла в гости показать свои работы. И я попросила ее просто какие-то азы показать для тех, для моих вышивальщиц, которые не умеют плести бисером. Возможно, вас это заинтересует. Вот мы сейчас сидим, наблюдаем за процессом. Многие же хотят попробовать, но не знают, с чего начать. Мы просто показываем, с чего можно начать. А если вас заинтересует, то огромное количество мастер-классов и на ютюбе, и на просторах интернета, в соцсетях. Вот про фиалки, которые вы говорили, они были махровые, и на них прям так они и задаете просто в интернете мастер-класс, махровые фиалки, и их выдают, там они разноцветные бывают. У меня вот были фиолетовые самые первые фиалки, и вторые были голубые. Ну и на них там буквально из остатков их можно сделать. Остаются остатки от роз, от больших таких вот орхидеи. Вот туда, да, там их берешь. И тоже там вот эти махровые, потому что у них вот эта окоемочка, и можно сделать разного цвета. Фиалка сама, например, фиолетовая, а окоемочка у меня там была, по-моему, желтая. На голубых была белая, да, кажется? А, серебристая была окоемочка. Я увлекалась фиалками, у меня было более 100 сортов, и если бы я плела фиалки, я бы даже название сортов знала. Я бы подписывала название сорта. На самом деле это очень трудоемкое занятие, и почему я никак не начну заниматься бисероплетением, потому что тогда у меня не останется времени на вышивку. Это единственное, что меня держит. А вот я смотрю, у тебя бисер немножечко отличается вот в пакетиках. Тут здесь блестящий, а вот здесь другой. Он тоже будет использоваться? Ну, я просто взяла его. Можно им сделать окантовку, потому что она как бы будет уже немножко отличаться и будет добавлять краску. То есть мы можем использовать контрастные цвета, а можем использовать красный бисер других оттенков, для того, чтобы она не выглядела... Ну, совсем уж прямо. Совсем, да, плоская, для того, чтобы она так немножечко объемные была, оттенки имела. А у нас соседи сверлят с утра до ночи. Прошу прощения, это уже два месяца происходит. Я по-другому, девочки, не могу вам видео снять. Это не у меня в квартире. Там, по-моему, мастерская у них. Этажом выше. Это два месяца ежедневно происходит. Вот одна из причин, по которой я вам теги не могу снять. Дарин, ты к нам с ночевкой в следующий раз приходи, с фиалками, и мы в тишине будем плести. Хотя тебе утром институт. Ну, да. Ты у нас, наверное, не ночной человек. Нет, я ночами практически ничего не делала, если только вот прям сильно что-то надо, прям скоро вот. У меня было такое, что мне нужно было сделать аленький цветочек очень быстро. Он вообще делался очень легко, и его надо было сделать буквально за ночь. Потому что на следующий день надо было уже его подарить. И я действительно сидела полночи, делала его, заливала, все, украшала. И на утро он был готов у меня. Но это слишком тяжело вставать потом утром. Вставать достаточно рано. Поэтому... Можно не ложиться. Я знаю вопрос зрителя, который бы они тебе сейчас хотели задать. А где ты учишься? Я учусь там же, где училась Алина, в пединституте, и на той же специальности, что и Алина. Просто у меня есть много новых зрителей, которые не знают. Дошкольное начальное образование, да. А теперь к тебе вопрос от новых зрителей. А почему ты там уже не учишься? На заочку перевожусь. А почему ты на заочку переводишься? Уезжаю, потому что... А почему ты уезжаешь? Муж уезжает, потому что... Алина вышла замуж. Те, кто не видел, на канале Жили-были, у меня свадебные ролики есть. Все, Алиночка у меня уже большая девочка. От мамы уезжает. Кольцовали. Ну, в общем, я уже начинаю понимать, что вот эта основа у нас, вот, три проволоки, а четвертой длинной проволокой мы вокруг вот так все обвиваем. А здесь поменьше у нас, вот, допустим, две основы основные проволоки, вот, две основные, и третий мы обвиваем вокруг. Ну, в общем, как-то уже мне более-менее становится понятно. Посиделки у нас сегодня рукодельные. Сегодня пятница. У меня обычно по пятницам на канале трансляция посиделки рукодельные. Но сегодня мы устроили посиделки не в прямом эфире, а в реале. А ты хочешь трансляцию, если я не проведела вдвоем? Не знаю. Ну, вот и я не знаю. Что-то мне хочется порукодельничать, а не в эфире болтать. Ну, можно на вышивке это... Я вязать буду. В общем, мы с Алиной вошли в азарт и решили не только сегодня бисероплесением заняться, но еще и сделать трансляцию. В пятницу будет трансляция, а этот мастер-класс выйдет, значит, в воскресенье у меня. Дарин, а ты с какого возраста увлекаешься этим занятием? С детства ты? Нет, это, получается, у меня я с пятого класса, когда перешла в основную школу, и начала сразу. Это у нас очень хороший преподаватель по технологии. Она занималась кружок. У нее был бисерный кружок, я стала туда ходить. Начали с самых простых, вот как я и говорила, были первые там примитивные ромашки, самые примитивные. Вот, а потом я стала вот так вот уже... Есть розы, которые плетутся совершенно по другой схеме. Но вот эта схема мне больше нравится, потому что их розы больше похожи на настоящие. А есть самая простая, на ней плетутся они просто ступенечками, и потом обороты вот так же, вот как здесь, сделаются один оборот. Вот, она немножко полегче, но с ней, мне кажется, дольше возиться, чем вот с этим. Здесь ты набрал уже бисера на проволоку, и работаешь им, пока он не кончится. Потом опять набираешь и снова работаешь. Не надо вот каждый раз высчитывать, сидеть там, набирать три бисеринки, одну бисеринку. Все. А у тебя в семье кто-то рукодельничает, тебя мама учила заниматься рукоделием? Мама вяжет, шьет или что-то? Нет, у меня бабушка шила раньше, вот, а потом просто, вот уже учитель по технологии стала привлекать. У тебя бабушка педагог? Нет, у меня бабушка просто шила на заказ раньше. Заказ для себя, да, одежду. А маму кто по образованию? Мама по образованию у меня учитель. Педагог, да? Да. Я раньше вообще, еще у меня было такое увлечение, я плела фигурки. Ну, я не плела прям вот много фигурок, я плела две фигурки, и сейчас до сих пор их просит иногда сплести. Это был у меня крокодильчик из бисера, объемный, на леске, и был китенок, тоже на леске. Вот, китенок вообще всем нравился, вот, он такой миленький получался. Но китенок плелся там и леской, и проволокой использовался. Хвостик был проволока, и они немножко двигался. А Алина вязала китят из велюровой пряжи. Все равно, как долго из бисера плести вот за это время, пока вот этот лебесток делается, я вот такого китенка свяжу. Да, это время, трудозатратное занятие. Алина, ну я же еще как бы и не готовилась сегодня что-то плести, поэтому... Я сплела пять оборотов, сделала, и теперь я меняю направление проволоки, и закреплять я ее начинаю снизу. Меняем направление проволоки, это означает, что мы обворачиваем основную проволоку снизу, а не возвращаемся назад. Просто когда вначале ты говорила, меняем направление, я думала, что эту проволоку нужно назад вернуть. Нет, в общем, все время мы по кругу, по кругу, по кругу, просто я здесь уже вот меняю направление. По кругу, по часовой стрелке получается, да, у нас идет проволока вот такая. Ну это как вам удобно, если вам удобно, в обратно. А, если левша, то может быть в обратно. Да, в обратно, просто мне удобно в эту. Теперь уж фигурки плела, получается, просто плетется, как, так сказать, внутри фигурка пустая получается, да? Да, внутри она пустая. Ну, допустим, можно также китенка такого сплести, да, из бисера, и будет он такой красивый. Ну, я знаю. И наполненный. Ну, он не наполненный, да. А то есть из бисера он внутри пустой? Он пустой. Здесь мы его наполнителем набиваем? Да, но он будет такой же вот, как, ну, не такого размера, он будет поменьше, маленький прям. Ну, а такого размера тоже можно же сделать? Ну, наверное, если прибавлять, я просто не плела, я плела их как брелки для телефонов и ключей. Поэтому мне не нужно был он сильно большой. Проволоку форму держит, поэтому китенок тоже так будет такой пузатенький, без наполнения. Ну, вот если на брелок я брала, его вообще можно плести на проволоке, объемной тоже, но для того, чтобы проволока ломается, и такой свой, если ее долго гнуть, я плела на леске их. А вот, кстати, да, я тоже хотела спросить, если, например, ты обвиваешь, не получилось, несколько раз пытаешься, то проволока может отломиться. Ну, вот четверка не ломается, вот это вот ее преимущество, что она не ломается. Так быстро, вот там, за пару раз у меня не сломается. Ну, если сломалось, что делать? Ну, тогда приходится вот этот ряд, который я проплела, если она вот здесь сломалась, то мне придется распускать вот эти вот, и закручивать, и брать новую проволоку, просто прикручивать ее к этому же основанию. Ну, то есть до конца не нужно распускать все? Нет, всю не надо распускать, просто здесь вот... Один фрагмент. Да, вот это вот, сколько там, получается, ряд вот этот? Один ряд. Да, один оборот снимать, и все. А проволока, если в два раза, то через бисеринку проходит, да? Вот если мы прикрепим отломанную проволоку, скрутим между собой, и бисеринка пройдет через двойную проволоку? Ну, лучше так не делать, потому что это все-таки толстая проволока, для таких она вещей не пойдет. Вот тройка, она может еще пройти, скрученная, там есть ее прям очень гивилинно скрутить. Таких вот оборотов надо сделать семь. Седьмой можно сделать другим цветом. А я захотела, что я... Пать от этого занятия захотела. А ты еще трансляцию сегодня планировала. Просто девчонки меня часто спрашивают в пятницу, а будет сегодня трансляция? Видите, какой у нас сегодня день плодотворный. Мы целый день сейчас общаемся по поводу бисероплетения, уже рукодельничаем. К вечеру что-то уже подустали. Не, я бы хотела попробовать, конечно, что-нибудь сплести, но небольшое, что-нибудь маленькое. Фиалочки. Давайте как-нибудь соберемся, например, и вместе прям вот будем плести фиалочку. И алочку или что-нибудь. Видите, долго будет. Долго? Мы с тобой пока натыкаемся в первый раз. Ты так натыкаемся, мы с тобой. Ну тяжело первый раз. Затыкаемся. Но я тоже поняла, что мы, если начнем, затыкаемся. Вот Дарина в гости к нам пришла, а мы ее припахали. Показывать нам мастер-класс. Дарина больше не придет к нам, скажет, ну и... У вас на посиделках тоже надо приходить и что-то делать? Иногда просто собираемся. Но Оля из магазина Радуга вышивки, она для нас всегда придумывает. Либо какие-то мастер-классы, ну развлечения. Кому интересно, смотрят. Кому не интересно, просто между собой общаются. Ну вот как мы сейчас. В основном там вышивальщицы, да? В основном вышивальщицы, но в принципе, если, допустим, придет Дарина и покажет, как она из бисера плетет, вот это будет очень интересно. Мне вообще, по-моему, вот если человек творческий, он все умеет делать. Ну мне вот интересно, если я не плела из бисера, мне же с Дариной интересно общаться в любом случае. Так же и на встречах. А там каждый занят своим делом. Там кто-то отдельно сидит между собой, общается, кто-то мастер-класс смотрит. Ну вот. Так что все равно в любом случае приятно проводим время. Ты смотрела, Дарина, видео, где мы на природе собирались, пикник там рукодельный у нас, видела? Да, да. Вот. Тоже классно посидели. Ну вот я говорила то, что делаю магнитики еще на холодильник из фоамирана. Туда я тоже вставляю иногда всякие такие вот работы, которые... Всякие там маленькие, типа папоротника из бисера делаю. Может быть разноцветный просто листик там какой-нибудь. Вот. Это твоя работа, да, Дарина? Да, да. Но здесь нету... Нет, здесь бисер вставлен в тычинки лепестков, цветочков, вернее. А так вообще здесь нету. А есть точно почти такого же цвета, только с вставками. Это материал такой или ты блестками покрывала? Это фоамиран, Дарина. Нет, блестками покрывала или... Нет, это материал уже такой. Это глитерный фоамиран, он блестящий. А обычный фоамиран, он... А я думала, это... Думала, неужели ты это посыпала, все приклеивала? Нет, это очень долго приклеивать и отваливается. У меня есть лист фоамирана, он, к сожалению, был, видимо, бракованный, и много блесток с него осыпалось, его просто пришлось выкинуть. Но вообще, на самом деле, он держится и не осыпается, если вот там его не трогать, прям сильно там... А где такой ты покупаешь? Можно заказывать. То есть он называется глитерный фоамиран, да? Да. Вот фоамиран есть вот такой вот, я такой обычно видела, а вот такой я не видела. Нет, он тоже есть, но они не продаются прям вот... Который вы показываете, обычный фоамиран, он продается в любом магазине, а вот который блестящий, он не продается в любом магазине, и он продается только в таких специализированных магазинах, типа лавка, какая-нибудь скраб, лавка, вот у нас в Оренбурге есть, я там беру. Сейчас вот на локомотиве нашла, достаточно дешевый, 25 рублей, это самый дешевый я нашла, фоамиран вот такой блестящий. Так вообще 30-32 рубля он стоит, что в группах у девочек заказывать, что... А как ты так ровно вырезаешь листочки, вот эти листочки? Это сделаны листочки на дыроколе. Специальные из приспособлений? Да, специальные дыроколы. Ага. Вот. Это, наверное, для скраббукинга, да, такие какие-нибудь приспособления? Да, да, да. Это для скраббукинга как раз идет дырокол, и вот им. Угу. Фигурный он такой, прям его... Ну, вот они вот эти вот самые такие легкие. Вот папоротник, сейчас вот нет дырокола папоротника, я с папоротником не делала, на самом деле, эти были последние вот... Открытки можно, да, своими руками делать? Ну, да, можно. Вот такие цветочки маленькие наклеивать. Угу. Ну, это тоже вот фоамиран, как раз обычный самый фоамиран на цветочках. А на какой клей ты все это вот клеишь? Это... Какой используешь клей? Горячий, который... А, все на пистолет. На пистолет, да. А магнитик? А магнитик, он идет на обычном моменте. Гель-момент или любой момент? Нет, клей-момент, который минутка там или вот. Я вот наоборот читала, что гель, он более щадящий. А у тебя простой, да? У меня самый обычный клей. И нормально вот держит. Да, он держит. Потому что мы часто этот вопрос обсуждали. Девчонки, видите, фоамиран все-таки на простой момент можно клеить, не обязательно гель. Я всегда покупаю гель-момент. Ну вот, а собирается все на клеевой пистолет. Да, на горячий клей. А что нельзя магнитик на горячий пистолет? Нет, он не удержится в горячий пистолет, отклеится. Я думала, он наоборот самый сильный. И он будет торчать, он вот так вот близко не ляжет. Потому что он толстенький такой клей получается. Нет, он наоборот отклеивается, отходит. И отходит? От фоамирана отклеивается? Да, он отклеивается. Ну вот, дело в том, что фоамиран очень тонкий. И когда отклеивается что-то, то отклеивается все вместе. Если бы приклеен цветочек, ну вот этот, если он отвалится, то он может отвалиться не просто, а прямо вместе с частью основания. Я вам оставлю ссылку на девушку, которая вот занимается работой с фоамираном. Она делает красивые заколки. Может быть, кому-то девочкам маленьким нужны будут заколки. Она с удовольствием сделает, особенно из Оренбурга. Она не против. Хорошо, спасибо. Я под видео размещу тогда ссылочку. Дарина, а ты сама какую соцсеть любишь? Ты где в основном общаешься? Я в основном общаюсь в Инстаграм или ВКонтакте. В Одноклассниках я чисто выкладываю свои работы. И в Одноклассниках... Ну, на сообщение я, конечно, отвечу, если вы напишете. Ну, тогда можно я твою тоже, да? Да, да. Страничку оставлю? Ну, там надо будет посмотреть, потому что альбомы у меня подписаны. И для каждой работы у меня отдельный альбом. То есть, если цветы из бисера, то так и называется альбом «Цветы из бисера». Если... Есть у меня два дерева, я пока не занималась еще так вплотную. Просто попросили сделать деревья, я сделала. Но пока мне они... Самой не довела я их до того момента, чтобы я их делала на заказ. Вот. Ну, тоже есть деревья из бисера и есть вышивка бисером. А ты на заказ делаешь работу? Ну, мне просили просто сделать одну работу на заказ, да. Но, в принципе, да, я не против сделать на заказ. Просто... Ну, это займет какое-то время. Я не смогу сделать быстро, у меня ничего нет в таком наличии. То есть, нужно закупить? Да, мне нужно материал закупить и мне нужно сделать. Вот на эту розу у меня ушло... Я летом ее делала, у меня ушло два дня. На одну розочку, да? Да. Ну, потому что там... Я представляю, если букет заказывает, это нужно неделю его собирать. Ну, да. Ну, и на самом деле очень затратно, если 150 грамм идет вот на эту розу, даже если китайский бисер... Я покупаю упаковками, которые... Большими, да? Большими упаковками, тогда, да, там еще нормально. Вот у меня, кстати, та ситуация, что проволоки не хватило на полностью. Я сейчас просто ее закручу, вот этот кончик отрежу и вставлю еще немножко проволоку, добавлю еще проволоки. Так, сейчас мы как раз посмотрим, как соединять две проволоки. То есть, ты закручиваешь? Да, я просто закручиваю конец, отрезаю лишнее. Оно, в принципе, будет держаться так же, как и если на целиковой проволоке пристил. Ну, вот это хороший момент, потому что многие плетут, и вот у них такая ситуация, и они не знают, что с этим делать. Как раз сейчас мы покажем. Ну, я вот так, такой нашла выход из положения, потому что очень часто заканчивается расплетать полностью лепесток, если он уже тем более большой. Вот здесь у меня уже сделано 8 почти рядов, и сейчас, если я буду все заново начинать, это будет очень долго. Мне проще вот так добавить немножко и доплести уже тот конец, который у меня остался. Так, вот так мы у основания опять, да? Да, я также немножко оставляю, основание закручиваю, и все. Все, и продолжаем в том же направлении, да? То есть мы всегда должны заканчивать вот там у основания, то есть мы должны довести обязательно, вот сейчас мы будем еще оплетать круг, и всегда к концу закрепляем. Да, у основания обязательно должны быть закреплены, иначе роза распадет, ну, лепесток распадется саму себе. То есть вот если вот здесь мы закончим, вот, то нельзя этого делать. Нет, здесь нужно до конца, и все закрепки вот сюда. Обязательно вот так длинный, да, кончик оставлять, чтобы закрепить. Ну да, просто если вот, как я говорила на лилии, я там действительно у кувшинки лист делала, когда он у меня заканчивался посередине, но там основание берется очень толстая проволока, который используется для цветов, вот когда делают, собирают, такая плотная проволока, и там уже не важно, что закончится где-то в середине, это будет не так заметно, там докрутить ее потихоньку, и можно продолжить. А вот на таких это будет заметно. Одна рукодельница у нас уже вот уснула, всегда с нами она, да. Следующая Алиночка у нас будет уснет. Встреча рукодельниц. Давай, Алин, тоже бери какое-нибудь занятие, вязание, сиди с нами тоже вяжи. Это вот говорит о том, что мы с Алиной не можем просто сидеть без дела. Она сразу в сон клонит, надо руки чем-то занять, да, Алин? У тебя есть уже такая зависимость, что надо обязательно вязать, что-то делать, иначе все, на ходу засыпаешь. Не, ну я могу смотреть фильм, допустим, ничего не делать. Кстати, мы вчера Аладдин посмотрели с Алиной и с папой, и папа с удовольствием смотрел. Нет, четвертый раз его уже смотрела. Четвертый? Мне очень понравился фильм, какие спецэффекты. Вот молодцы Дисней, все равно умеют они снимать. Я, конечно, боялась предположить, какой бюджет фильма. Там миллиарды. Там видно было по... даже невооруженным глазом мне было видно, какие там спецэффекты. Такая, причем я окупилась за три дня все это. Там массовка огроменная и все одеты в дорогущие костюмы. А какой город надо было построить, чтобы там снимать? Ну это... вот шоу, вот масштабное, огромное шоу. Ну действительно, очень интересно. Скажи, можно его бесконечно пересматривать? Можно, да, пересматривать, потому что я вот вышивала, и я очень мало вышила, а я в основном смотрела фильм. Хотя я очень редко смотрела фильмы. Я четвертый раз смотрела, и все равно что-то новое всегда увидишь, какие-то новые костюмы. Обычно рукодельницы фильмы слушают, но Аладдин невозможно слушать, его надо смотреть. Кстати, вот сейчас вы заговорили о Аладдине, и я вспомнила, что в нашем театре, в музыкальной комедии, тоже идет постановка музыкальная, музыкальный спектакль Аладдин. И я когда их смотрела, Аладдин фильм, и у меня получилось так, что я посмотрела сначала спектакль, потому что со своими сестрами ходила на спектакль, а потом я посмотрела фильм, и мне прям очень многое показалось знакомым, прям... А ты посмотрела новый, который... Да, новый фильм. Нет, новый фильм, который... Да, он мне понравился, но вот единственное, что я находила очень много схожестей с нашим спектаклем. Поэтому я думаю, что детям будет интересно сходить на мюзикл в наш театр музыкальной комедии. Тем более сейчас очень такая молодая труппа и очень яркие артисты. А я давно не была в театре музыкальной комедии, я там выросла, у меня мама работала портнихой в этом театре, я там выросла, я все постановки раньше наизусть знала, и дети, когда были маленькие, я их водила, а сейчас уже лет 10, наверное, я там не была, не мешало бы мне сходить и посмотреть. Старых актеров я всех знала, а новый труп вообще не знаю. Ну, сейчас из старых, наверное, может быть, вам знакомы только Леонова и... Работает еще? Да, она еще работает, у нее в этом году будет юбилейный концерт, не помню еще число, не знаю даже, не то, что не помню, не знаю числа. А Пащенко Александр работает? Пащенко не работает, вот он ушел, а Лазутин работает еще. Вот сейчас я заканчиваю, прям закрываю последнее, получается, приплепляю дугу и убираю лишнюю проволоку, убираю лишний конец здесь, отрезаю чуть-чуть подлиннее, чтобы можно было немножко крутить ей ствол. Просто заправляю вот сюда, чтобы мне не было видно этого конца, он останется только здесь, а на тыльной стороне мы не будем его видеть, он уходит вот сюда. Вот здесь я сейчас его срежу, чуть-чуть тоже подлиннее, чтобы он никуда не убежал, и немножко загну, чтобы он не мешал. В принципе, он тоже ляжет, и когда выгнется, он не будет заметен. Так же я делаю со вторым концом, и так же такую же работу я проделаю с третьим концом. То есть все кончики? Да, кончики все, вот надо смотреть, чтобы... То есть все кончики заправляются на изнаночную сторону. И надо, чтобы прям сильно прижата была, вот эта часть, чтобы не выпирала проволока. Так же немножко подлиннее отрезаю. Вот получился большой лепесток, это пятый ряд у розы. Теперь мы должны выгнать вот эти края так, чтобы они легли в обратное направление, а с этой стороны делаем вдавить середину. Получается, мы здесь закрываем, у нас здесь закрыто все, не видно проволоки. И здесь тоже ее не видно, потому что она закрыта, она выведена вот в эту сторону. Вот почему я убрала, почему перевернули, потому что вот, если посмотреть, здесь он не очень красивый ствол, видно все неровности проволоки. А с этой стороны ствола нет, и мы можем спокойно теперь приплетать ее к большому части розы. У меня, девочки, есть мастер-класс, букет из гофрированной бумаги с конфетами. Но я тоже планирую отдельные цветочки делать, может быть, зимой мастер-классы поснимаю. И там разные используются технологии. Я вот купила уже степ-ленту для таких мастер-классов. Но я, в принципе, люблю использовать гофрированную бумагу. Но для меня это логично, потому что у меня весь цветок из гофрированной бумаги. А сегодня у нас цветок из бисера. И поэтому... Ну, некоторые обматывают еще стволы бисером. То есть они используют бисером. Прямо бисером полностью? А вот, например, вот эта часть, она здесь вот толстенькая получается. И они ее обматывают бисером. Вот эту толстую часть. А дальше идет просто стоп-лент. Понятненько. Интересно. Ну, это уже как у каждого свои фантазии, свои. Ну, да, каждая мастерица что-то свое вносит. Понятно. Еще очень удобно, что проволоку всегда можно поправить, если она легла неровно. Ее можно всегда выровнять как нужно. Да, вот этот букет вот тяжелый, и кошки очень любят его, и бывает мне вазочку сваливают. Им нужно мне придавать форму вот так вот листочком. Ну, их можно в любой момент поправить. Ну, вот единственное, что, девчонки, бисер выгорает на солнце. У меня чешский бисер, картина, висит на балконе, а вот китайский бисер, он выгорает. Да, вот это вот проблема бисерная. Вот здесь на балконе у меня бисерная картина подсолнухи. Ну, вы ее видели уже не раз, и она не выгорает. В принципе, цвета такие же яркие. Здесь чешский бисер используется. Но все-таки балкон застеклен. Может быть, немножечко здесь от солнца спрятано. Не целый день солнца. Ну, вот и китайский бисер намного хуже себя ведет. Его нежелательно на подоконник или на балкон. Вот у меня здесь на балконе мои картины. Вы спрашивали, почему они не висят. Ну, потому что мы делаем ремонт, и я, наоборот, эти картины куда-нибудь убираю подальше. Выношу их из комнаты. В общем, это основные детали, из которых собирается розочка, да? То есть, в середине вот такие будут. Все это скручивается потом между собой. Вот я не сказала, кстати, вначале, что первые лепестки, первый ряд лепестков, у них ножка вот так погибается. Чтобы когда мы скручиваем, мы скручиваем уже вот так вот. И вставляем следующий лепесток уже в эту. А, она там в серединке. Да, и она получается, что ножка в серединке. То есть, они не вот так торчат вверх лепестки. Нет, они не вверх. Вверх торчат вот у этих вот уже большие, которые идут, следующие лепестки. Они уже вот так идут ложатся. А первый ряд он сворачивается. Ну, в общем, видите, да, девчонки, для того, чтобы снять мастер-класс, это нужен не один час, чтобы очень-очень подробно показывать и лепестки, и как собираются лепестки. Затем нужно сделать вот такие чашелистики. Но, в принципе, вот как я вижу, все делается по одной и той же технологии. А вот это мне еще непонятно, конечно, как прикручивается вот эта толстая проволока. Но, девочки, смотрите, подробные мастер-классы есть на ютюбе, описание. Вот эти листочки еще тоже, видите, как собираются. Ну, в общем, это такая трудоемкая работа. Вот, ну, у нас не было задачи снять мастер-класс. Нам просто хотелось приятно провести время, посидеть, поболтать. Я надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки. С вами были Инесса, Алина и Дарина. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»